Думала уже закончить снимать, но жалко уходить, только полчетвертого, очень солнечно, классно. Я попросилась к людям подзарядить, я взяла с собой подзарядку. У них был шатер с мясом, скажем так, они жарили там и было электричество. Я попросилась у них подзарядить немножко, ну хотя бы чуть-чуть, до 50% подзарядила и решила еще немножко поснимать. Погода не всегда балует в это время, в октябре, поэтому не каждый день можно заснять. А здесь красиво, мне здесь очень нравится. Я люблю больше всего Бриком Робертс сюда приезжать. И в прошлый раз, когда приезжала, был сильный дождь, заснять было что-либо просто невозможно. Сегодня это удовольствие. Самому погулять, посмотреть, на людей посмотреть, себя показать, маленькие ролики заснять для канала. Познакомить людей с замком, который многие вообще не знают, что он вообще существует. Я добралась от Критерия на автобусе 23, он идет прямой сюда, идет он целый час. К сожалению, прямой электрички сюда нету. Есть электричка, но от нее надо брать еще тоже автобус. А так как от меня идет прямо автобус сюда, то я выбрала час на этом автобусе 23 и приехала прямо к замку. Я приезжаю сюда раз в год, раз в два года, но как есть погода, так приезжаю на праздник. И сегодня очень тепло. Завтра вообще, завтра-послезавтра обещают 27 градусов. Но в принципе это хорошо, все раздетые, все в футболках, майках. Но те, кто в костюмах, тому не так весело. Потому что костюм и весит много, и он такой теплый обычно. Но некоторые женщины только в корсетах, допустим, с огленными плечами. Есть и такие костюмы. Я уже несколько раз поменяла тоже свой костюм, но не платье, а я брала с собой веночек, я была веночек. Потом я одела корону, а сейчас опять веночек одела, вот такой, как рука. Где-то людей много, где-то чуть-чуть меньше уже. Сделала прическу. Как погода порадовала французов. Какой подарок. Здесь всегда очень много людей. На мостике очередь огромная, чтобы зайти внутрь замка, пройтись по окрестностям. Замка внутрь замка. Было время, когда все башни боковые, все сгорели. В общем, тут были почти руины. Сейчас тоже как бы он не целиком сохранился, но все равно эти боковые башни восстановили частично. И получается все-таки есть очертание замка, который когда-то был, резиденция королей. Тоже она считалась, это территория королевской. Когда-то этот замок был самым крепким укреплением. Но потом была битва, очередная битва, пожар. Ну, все как в те времена. И замок частично сгорел, был частично утрачен. Короли перестали за ним смотреть, тот, кто был здесь хозяином. И Зива тоже менялись, и он был долгое время в упадке. И все-таки Франция дает такую возможность людям устроить ежегодно такой праздник. В других странах вы это не встретите. Не во всех странах сохранились замки, и даже не во всех они были. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!